Здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала. Вегетативный алисум сноу принцесс ампельное растение, которое входит в состав семейства крестоцветные. Куст состоит из множества плотных полуодревесневших стеблей. К достоинствам данного сорта можно отнести его устойчивость к порывистым ветрам, засухоустойчивость и способность обильно цвести даже в полутени. Многие интересуются, как сохранить алисум сноу принцесс зимой, ведь морозостойкость данной культуры ограничена температурой до минус 15 градусов. При более сильных заморозках растение замерзает. Чтобы этого не произошло, есть два способа сохранить растение. Первый, перед наступлением холодов куст выкапывают, пересаживают в крупный широкий контейнер, держат до весны в прохладном полузатененном помещении и подкормки в этот период не требуется. Поливать достаточно один раз в месяц. Если честно, мне этот способ не очень подходит. Второй способ черенкования. Алисум сноу принцесс при разомножении черенками сохраняет все материнские признаки. Поэтому сегодня я расскажу именно об этом способе и покажу, как я черенкую этот цветок. Для черенков выбираем неодревесневшие молодые стебельки. С этих стеблей нарезаем боковые побеги длиной 4-6 сантиметров с одной или двумя развилками. Цветок и бутоны обязательно срезаем, чтобы они не отнимали сил и не отвлекали наш черенок от корнеобразования. Я использую для посадки покупной торфогрум и добавляю немного вермикулита для рыхлости. Можно взять огородную землю и смешать наполовину с перегноем. Также подойдет субстрат из верхового торфа и вермикулита. Для посадки использую стаканчики объемом 200 миллилитров. Объем горшка должен быть небольшим и зависеть от размера посадочного материала. Стаканчики наполняют торфоперегноем. Для скорейшего корнеобразования опускаю каждый черенок в корневин и сразу сажаю по стаканчикам. Затем поливаю обильно водой по краям стаканчиков, стараясь не попасть на растения. Можно посадить черенки в одну небольшую плошку, а после образования корней рассадить по стаканчикам. После посадки стаканчики с черенками ставлю вот в такой большой прозрачной пищевой контейнер, до дно которого стелю подложку под ламинат для того, чтобы корни находились в тепле. Накрываю прозрачной крышкой для создания влажной среды. Раз в день открываю для проветривания и опрыскивания черенков. Контейнер ставлю в светлое место, подальше от прямых солнечных лучей. Через пару недель укрытие уберу. Черенки развиваются очень быстро, активно наращивая корневую систему и побеги. Вскоре они зацветут. Эти черенки будут маточниками. Всю зиму они будут потихоньку расти и непрерывно цвести, без подсветки и подкормок. Маточники нужно расположить в самом прохладном месте, например на подоконниках. С этих маточников весной буду нарезать черенки для рассаживания их по вазонам. Маточники весной, так же как и черенки, буду высаживать вазоны. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Желаю вам здоровья, благополучия и буйно цветущего сада. Оставайтесь с нами, до новых встреч!